всем привет сегодня мы идем на морскую рыбалочку меня пригласил игорь привет идем на разнорыбицу должны клевать окуня камбала может быть будет треска сема в общем все что попадется все будем собирать сегодня небольшой туман к обеду обещают сильный дождь но мы не сахарные поэтому дождей не боимся оделись потеплее ветров очки от дождя защитились и идем море погнали работает вообще моторчик четырехтактный тишина надежные китайские моторы надежные китайские моторы и конечно в шоке после моего двухтактника который дребезжит как и воняет как старый старый мотоцикл конечно разница ощутима можно спокойно идти на моторе и разговаривать у вас четырехтактник конечно сила над за тунцом на таком бегать одно удовольствие тунец потому что боится шума и на таком тихом моторе можно вообще к нему плотную подходить и руками брать у меня первая поклевка это треска я ловлю на слоу джиг игорь на на наживку на куриные пупки желудки в общем глубина глубина 47 метров очень сильное течение вот так вот такая треска не знаю сколько у кого на полторашки полтора килограмм чека клюет на слово джиг что забираем туда у игоря тут прибамбасы новомодные старомодные у меня все как бы просто удочка левенькая крутить приходится а у меня все рукава то положилось ну да все клюнуло у меня эхолот выключился а быча бычок сейчас посмотрим у кого будет лучше клевать на живую приманку на наживку у кого на искусственно на игорь поймал два бочка а я поймал одну треску суженную треску наверно вообще сразу надо вспорывать нет да давай давай и спорим о хорошая камбалка попалась выбирать а я вспорол треску проверил на наличие червей червячков нету все хорошо можно брать так у меня вторая поклевочка ментай в этот раз спарываем проверяем если у него червя так смотрим но проверяем на этот весь в личинках смотри 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 весь червей он весь в червях этого не берем вот это поклевочка вот это она дергает вы это наверно треска уже скорее всего дергается смотри-ка хорошо дергает а кто тут ты чего 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 чуть-чуть дай-ка я вверх полетел это чё такой и ничего себе не ожидал что она вверх полетит хорошая рыба надеюсь не бычок все может быть хорошо упирается сыдры еще и сторону гаги интересно да но там еще еще метров 30 вымотал ну а прям по кругу ходит а я муж потек слушай да наверно потек потому что по кругу я тяну и она леска по кругу красиво может там маленькая камбул а я тут напрягает и она вверх побежал есть махе твою тащу мы друг друга так перепутали а у меня рыба меня треска ох какая треска вот это ничего себе зубы там захват и есть да блин почти отцепилась за стыка за губу держалась тут смело блин 4 а то и пятеро вот такая красота смотрите какие у нее зубище ладно давай каи пара он что будем проверять скажу ну давай там и печенка хорошая ну а надо посмотреть кто там у нее желудки она на вагу съела чё си чё еще ты ела смотри вот это кто это песчанка что не непонятно вот ты жадная а вот это песчанка была зрелище конечно не совсем приятная а по-другому никак не это себе вот это да вот это хорошее ха-ха-ха-ха там уже наверное килограмм часть точно есть до ха-ха-ха-ха вот это голова свои головы едят он их нет Говорят, с них навар очень хороший. Да? А, ну на уху, да, что-нибудь такое? Давай, я тебе сюда покажу. Офигеть! Мать моя! Вот это да! Хорошая рыба. Хорошая. Офигеть! Нормальная. Нифига, у меня там зубы. Зубы, да. За жабры надо брать. Снизу. Хорошо, с электроприводом. И поднял я. Да, не мучайся. Ну, черт, режем. Капец. Так, ну и что? Смотрим. Да не червивая вообще. Да, вроде хорошенькая. Да. Ой, там что-то у нас и холод пищит. Да. Кого-то. Ну да, хорошенькая. Вообще. Вообще, да. Берем. Собрасно? Кого? Печень? А что, не берем? Берем. Ты берешь? Давай, я попробую в автоклаве ее сделать. Ох, ни хрена. Слушай, ну тут килограмм 6 действительно есть. Да, хорошая. Ха-ха, в термобокс не лезет. Ха-ха. Вот это камбала. Вот это камбала. Вот это я понимаю размер. Ха-ха-ха. Это размер сразу же. Но тут побольше килограмма. Ну, конечно, ни фига себе. Хороший размер. Вот это крутая камбала. В общем, мы подошли в другое место. Ближе к берегу. Дождь, к сожалению, пошел. Синоптики, к сожалению, не ошиблись. Ха-ха-ха. Ну, ничего. Нормально. Мы, в принципе, сухие. А... Одежда подобрана правильно. Поэтому рыбачим. Клюет рыбка. Рыбки наловили уже много. Там... Ну, как и хотели. Разнорыбеца. Треска. Камбала. Осталось... Осталось найти окуня. Ну, окуня туда, ближе к берегу. К берегу надо. Сейчас мы камбала наловимся. И пойдем искать окуны. Так, дождик идет. Рыбы много. О, запищал, запищал, запищал. Смотрите. Смотрите, сколько рыбы показывает. Вот по всей скалево так вот стоит окунь. Сейчас мы где-нибудь тут остановимся. Давай тут остановимся. Попробуем. Да, эльхалот здесь классно. А, тут скала идет. Смотри, и вокруг скалы что с одной стороны, что с другой стороны везде получается рыба стоит. Причем тут рыбы вот, кишит прям вся. Смотрите, все в рыбе. Сейчас я покажу, как это происходит. Капюшон одену. Смотрите, как это происходит. Вот так вот опускаем. Даже даже не до дна. Сейчас зацепилось у меня тут. Что, клюет? Клюет, клюет. Зацепилось. Ой-ой-ой-ой. Это надо видеть. Есть все в рыбе. Вон, как это льет. Все в рыбе. Он орел. Сейчас покажу, как клюет. Смотрите. Опускаем. Опускаем, опускаем, опускаем. Останавливаем. Вот она. Уже есть поклевка. Оп. Все, готово. Сел. Куда побежал-то? Куда побежал? Окунь? Хороший. Хороший окунь. Ой-ой-ой. Эхолот прям пищит. С окунем в лодке надо аккуратно. Потому что он ее может легко проткнуть. Ну и не забываем окуню спускать кровь. Перерезаем артерию. Это нужно для того, чтобы получить самое-самое качественное мясо на сошли. Опускаем. А тут, конечно, надо на якорь вставать и... Ну давай, я сам и ловишь. О, у меня уже там сидит. Вот зараза. А что такое? Окунь не дает утонуть у меня. Так, ты в перчатку? Да, я в перчатку. Давай. Ой, подожди, подожди, подожди. Ха-ха. Подожди, у меня там что-то крупное. Покрупнее, чем этот был. Вот, смотрите. Два сразу поймал. И окуня, и терпуга. Ха-ха-ха. Вот так вот. Вот так вот. На одну приманку две рыбы. Так. Сначала освободим вот этого дурня, потому что мы его будем отпускать. Ага. А этого. А этого мы сейчас спустим кровь с него. Давай. Есть. Так, давай я ее покиную. Так, друзья, смотрите, что творится на эхолоте. Все, в рыбе. Вот оно. Ха-ха-ха. Вот. А на удочке у нас вот так вот. Вот так вот. У меня здесь четыре крючка, два асиста. если бы было четыре, я бы вообще офигел. Ха-ха-ха-ха. Мы поставили якорь, чтобы нас не сносило с точки. Поэтому сейчас наловим быстренько и пойдем домой. И дождь нам не помеха. так, как-нибудь подержи его. Сейчас, закреплю. А я сейчас возьму. Меренький. Ну, нормально. В консервную банку залезет. Они ждут, не дождутся приманка, когда упадет. Ага. Спасибо. А я думал, ты рыбу выкинул. О, терпуга. Поймал. Красивого за хвост. Ну, хорошее тут течение. Холод скажет, я еще так не работал на износ. Артерия. Ну, да, он так достаточно сильно бьет. Терпух красивый. Возьми его с собой. Я одного брал. Надо хотя бы два. Да, Насик. У него мясо беленькое, хорошее. месило. А когда подхотоп шлачивает. Вот я у меня терпух. Прям пробух. ты будешь их брать себе? Да, ну, можно. Прям промусор учёшь. Что там происходит вообще? Вообще там сошел? Сорвался. да, в дождь. Я ещё так не рыбачил. В смысле не рыбачил? Ну, так вот, прям, чтобы в дождь на лодке. Ой, 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 дергает. опять терпух и окунь. Снимаю, как не снимаю. Ну, вот так вот, вот такая вот карусель. Нормально. такие прям мощные. Да. Промусловые. Да. Так, ты здесь полежи. давай. Туда тут течение прям. Ну. Мощное. Есть. Тихо, 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 успокойся. Тихо, Успокойся. Течение, да, сильное здесь. Есть. Вообще, без промаха. Не важно, какая приманка сошел. Не важно, какая удочка, какая катушка. Просто опускаешь, есть. Окунь. Хороший. У меня меньше, чуть-чуть. Вот так вот. Вот так вот. на Сахалине рыба ловится. Не просто какая-то рыба, а наивкуснейший морской голубой окунь, который можно кушать даже сырым. Не можно, а нужно. Он очень вкусный, сырой. здесь? Одного пропечатываем, едим? Здесь? Можем. какой же колючий давай приманка у меня 150 грамм ее просто махом сразу сносит можно не до дна уже чувствует бьет а вот есть не не перекрутил а ну кстати если собачку хочешь поймать то нам на дно конечно но там окунь не даст приманки долго находиться ну в общем мы рыбачить закончили камера уже садится вот наловили окуней я не знаю сколько килограмм много здесь взяли немного терпушков там был и там внизу крупная треска ну все топаем домой будем заниматься рыбой что-то по каким посолим пожарим и буду делать консервы я получил новый автоклав буду пробовать испытывать так что надеюсь все получится погнали ну что друзья вот я уже и дома рыбалка у нас получилось необычное весь день лил дождь но это никак не испортила нам настроение мы наловили много всякой разной рыбы среди них окунь голубой голубой окунь очень вкусный на сашими так вот берем соус макаем сашими напоминаю это сырая рыба очень вкусненько собачку нас тоже любит окуня собака у нас японская поэтому тоже любит сашими но из этого окуня сегодня я хочу приготовить консервы поэтому у меня появился вот такой вот чудо аппарат аппарат называется автоклав булат у меня версия с тэном и блоком управления с детства помню вкус консервов которые мама готовила особенно я любил моего под копченую в баночках мама делала в автоклаве потом мы из попала доставали зимой и кушание было очень вкусно поэтому я тоже давно хотел себе такой аппарат сегодня мы будем готовить окуня и селедку я уже вот здесь вот приготовил рыбку здесь селедка это которую я собирал руками видео есть на на моем канале кто не видел посмотрите и здесь я порезал окуня немножко его подсолил подперчил и сейчас все это будем закладывать баночки я приготовил такие баночки по 350 миллилитров рецепт простой рыбу укладываем закладываем в нас чудо аппарат доводим температуру до 110 градусов и держим 35 минут потом выключаем и даем нашим консервам остыть в этом же автоклаве вкладываем нашу рыбку в баночке селедки как-нибудь по плотнее и автоклаве кстати можно готовить не только рыбные консервы но еще и овощи икру баклажанную кабачковую например пашкеты мясные всякие варенье сольение в общем целое разнообразие блюд забыл забыл самое главное добавить добавить черный перец и лавровый листочек первый раз готов поэтому поэтому могу забыть так пару консервы каждую баночку и немножко лопавого листа о какой маленький специальный для наших баночек идеально четыре баночки селедочки и закладываем окуня окуня у нас кусочки покрупнее добавляем добавляем в каждую баночку немного растительного масла и того у нас получилось 6 банок я почему-то думаю больше получится теперь нам нужно в кипятке минут десять подержать крышечки и закрываем и укладываем вот так вот если что алексей у тебя получилось 8 баночек немножко недосчитал даже немного растерялся вот такое вот тоже бывает и того у нас получилось 8 баночек 4 банки селедки и 4 банки окуня сейчас нам нужно минут на десять замочить в кипятке крышки для баночек чтобы размякла резиновая прокладочка и будем укладывать в наш чудо аппарат автоклав булат банки и начнем консервировать ставим наши баночки 7 банок влазит идеально на один ярус на одну так поставим так друзья пришлось одну баночку отсюда убрать и сделать из 8 банок сделать 7 потому что там где была селедка рыбки было мало и когда я начал воду наливать банки начали всплывать поэтому я из вот этой одной баночки доложил рыбку в другие и сейчас они утонули воды как раз здесь примерно 5 сантиметров выше крышек все будем теперь закрывать и включать розетку в аппарате будет давление поэтому хорошенько протягиваем ну наверно без фанатизма ничего не сорвать так друзья температура поднялась до 115 градусов давление поднялось здесь у нас показывает 102 градуса еще поднимается есть у нас клапан специальный который сбрасывает давление я его вызвал вот сюда вот в раковину ждем 35 минут потом выключаем автоклав и даем остыть ему не открывая до утра оставлю его чтобы он остывал а утром уже будем смотреть что у нас получилось ну что друзья вот уже и наступило утро автоклав уже остыл я уже достал баночки смотрите что у нас получилось вот такие вот красивые консервы здесь у нас селедка здесь у нас окунь получилось в собственном соку консервы сейчас мы конечно все это попробуем но в идеале конечно дать этим консервам настояться пару недель чтобы насытиться вкусом прикольно будем пробовать ну что начнем наверное с окуня мне больше всего интересно попробовать окунь окунь и так очень вкусный в комплекте кстати шла вот такая специальная штучка открывать банки я думаю руками то уж ничего бы откажут ух ты пахнет как как это как рагу какой-то как в детстве покупали баночки все кости проварились спокойно кушать с костями вкусненько легко не хватает прикольно ну ладно окунь вкусный теперь попробуем селедочку селедку я еще не пробовал в консервах вот так все это выглядит вкусно я думаю если пару недель настоится будет вообще ну ну что друзья все тестовый запуск автоклава произошел дальше буду пробовать другие рецепты если вы что-то вкусное знаете какие-нибудь рецепты особенные пишите в комментариях попробую расскажу покажу всем пока до новых встреч а 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 и а а то а а а а а а а Продолжение следует...